что соскучились по жертвам маркетинга когда начинаем не устаю повторять про что эта рубрика жертва маркетинга одновременно рубрика и про нас простых людей и про производителей и немножечко про магазин почему про нас да потому что мы простые люди идем по магазину видим кучу красивых коробок и наш взгляд цепляется за красивую лазанью за красивые наггетсы мы это все видим как это все шикарно оформлено хватаем ее за 60 70 100 200 рублей бежим домой разогреваем а там фигня какая-то оказывается вот об этом передача а почему она про производителей ну тут вообще все понятно это передача нравоучения производителям которые делают какашку не надо делать из продуктов какашку а из нас дураку давайте сегодня проверим очередной пациент достоин того чтобы лежать в нашем холодильнике в качестве заначки или нет а пациент у нас сегодня действительно аппетитный жульен с курицей и грибами как всегда очень призывная упаковка которая манит своим внешним видом обещает что у нас здесь будет много грибов у нас здесь будет прекрасный подпеченный сыр и даже петрушечка да вот есть петрушка ну конечно же наверное ее не будет вот я хочу проверить о ложка внутри давайте посмотрим поближе эту пачку смотрите что из себя представляет вот эта пачка жульена видите ну все сочненько из курицы вот указано курица грибы вот так это все выглядит будет ли это так выглядит на самом деле не знаю проверим кстати бренд это сытоедов как вы видите а делает это компания вилон которую мы недавно кстати шаурму кажется рассматривали компания из города щелково и производство находится там же вес жульена 270 грамм упаковка оформлена как надо есть состав есть состав на иностранном языке видимо на казахском способы приготовления обязательно должны быть указаны юридический адрес продавца до указан продавец юридический адрес телефоны сайт и так что же входят в состав этого продукта бульон куриный вода питьевая курица шампиньоны свежие куриная грудка укрепчатой сливки питьевые мука пшеничные хлебопекарная высший сорт масло сливочное сыр который состоит из молока пастеризонового соли бактериальной закваски ну т т т т т т т обычный сырный состав ферментный препарат животного происхождения пищевые добавки уплотнитель е 509 консервант е 252 краситель е 160 b это тоже каротиновый по моему краситель масло подсолнечное рафинированная дезодорированная крахмал картофельный соль перец черный молотый не рекомендуется при индивидуальной непереносимости к белку молока и глютену может содержать незначительное количество сои рыбы яйца по поводу состава могу сказать что по большому счету состав неплохой мне даже отсюда что-либо рассматривать особенно не хочется ну консервант е 252 разве что это консервант нитрат калия сейчас поговорим поподробнее не очень полезная штука очень неоднозначная пищевая добавка е 252 нитрат калия как и большинство консервантов он не позволяет развиваться бактериям и грибкам тем сам продлевает срок службы продукта я конечно не химик но насколько я понимаю любой нитрат это как минимум не очень полезно и нитрат может превратиться в нитрит который вреден для организма человека более того в интернете я нашел информацию что научно доказано что нитрат трансформируется в нитрит оказывая пагубное воздействие на многие функции организма чтобы вас не пугать я не буду называть болезни которым может привести чрезмерное потребление нитрата калия хотя нет все таки наверное надо быть максимально открытым в этом деле все-таки нитрат калия на что он влияет друзья почки мышцы живота то есть внутренние органы боли в животе могут возникать и так как нитрат калия преобразованы особенно в нитрит является канцерогеном он зараза может вызывать различные опухоли то есть ребята это рак поэтому потребление продуктов с этим консервантом для детей категорически запрещается что касается в целом использование е-252 в продуктах интернет дает противоречивые данные я не могу ручаться точно но все-таки в основном практически во всех статьях про этот консервант встречается фраза е-252 запрещен на территории российской федерации кое-где попадается то что он разрешен в раз таком явном виде вилон пишет на упаковке е-252 но по всей видимости их юристы то знают наверное можно или нельзя использовать значит все таки наверное можно но но учитывая что все-таки часто попадает за фразу что он запрещен друзья я бы опасался этого консерванта серьез есть более безопасные консерванты и конкретно этого я все таки бы опасался и вам того же рекомендую друзей не переборщите со всякими ешечками особенно с консервантом е-252 опасность что давайте попробуем вскрыть тут тоже надо иметь мастерство видимо по швам будем вскрывать раз посмотрим состав вот видите две кокотницы и внутри даже прикладывают ложечки о чем и было написано на упаковке вот такие вот две замороженные бомбочки сейчас взвесим их вес без упаковки 270 грамм то есть упаковка они должны весить как минимум побольше весит 284 грамма все таки наверное тут меньше чем положено да потом мы давайте когда разогреем проверим содержимое погнали греть но предварительно производитель рекомендует снять снять упаковки вот так это выглядит все без целлофана и вот так вот мы будем греть давайте пока греется жульен я должен сказать конечно про упаковку молодцы супер сделано приятная такая упаковка я надеюсь еще и вкус будет тоже неплохой тогда компании виллом просто лайк поставим шаурма не очень может жульен отыграется что внимание готовые жульены ну что скажете отличается хоть немножко весы обнулины выкладываем содержимое жульенов в отдельную емкость простим несколько граммов потому что они останутся на ложке и внутри и внутри этих кокотниц и так 227 грамм ребята это существенный недовес должно быть 270 что сказать по поводу внешнего вида ну я бы не стал говорить что это не соответствует упаковке то есть внешний вид соответствует там есть грибы там есть соус очевидно какой-то сливочный и в принципе даже есть какие-то намеки на сыр то есть ну по большому счету по этому критерию претензий нет вот претензия по поводу веса 227 грамм хорошо прибавим еще 10 грамм которые остались на стенках кокотницы и на ложке 237 грамм и 270 ну что-то не сходится сейчас позвоним и узнаем но а прежде чем мы позвоним давайте я попробую скажу на вкус каково это блюдо вы знаете это не самое плохое что может быть замороженных продуктов неплохой жульенчик немножко такой нестандартной консистенции конечно хочется чтобы немножко было пожиже ладно тем не менее насыщенный вкус грибов вкусный соус чуть-чуть пересоленый пожалуй то есть ну можно немножко в меньше соли ну соли это тоже своего рода консервант поэтому объясним и почему она здесь есть ну то есть тут есть грибы тут есть соус и где-то тут есть сыр не все-таки это вкусно действительно я могу сказать что это вкусно и 10 баллов по вкусу я бы поставил на опять-таки друзья конечно же самый вкусный жульен если мы дома сделаем по рецепту покашеварим но все-таки из замороженных продуктов учитывая что это замороженный продукт который ты бы фастфудовский да стоит он кстати порядка 110 рублей две вот эти баночки ну ребят 8 из 10 этот жульен серьезно заслуживает так мы сейчас позвоним производителю узнаем по поводу веса может быть будут какие-то комментарии вот остаемся на линии для связи с оператором добрый день подскажите пожалуйста с кем я могу поговорить по поводу недовеса в продукте ну вот протестировали ваш продукт жульен это же ваш продукт цитоедов да вот и масса нет и не соответствует тому что указано на упаковке ну меньше меньше то есть у вас по весу 200 270 грамм написано а 227 по факту то что померили мы спасибо алло здравствуйте хотел уточнить вы же отдел качества до меня правильно соединили с вами вы из отдела качества до меня правильно соединили меня зовут виталий мы снимаем передачу для интернет формата вот и тестировали ваш продукт жульен с грибами с курицей грибами прекрасный хороший продукт вкусно все здорово и почти соответствует упаковке но единственно с весом у нас возник вопрос вот вместо 270 грамм почему-то мы намерили 227 грамм так должно быть в разогретом в разогретом в разогретом то есть его надо было выковырить и померить до а из-за чего это происходит испаряется жидкость за три минуты у вас на упаковке три-четыре минуты написано вроде греть нет для 600 ватт мы при 700 грели все ну то есть такой комментарий хорошо я вас благодарю за комментарий спасибо вам большое все до свидания вот так вот мы пообщались с представителями компании вилон принципе наверное имеет место быть такая ситуация когда испаряется часть влаги я не думаю что испаряется там сколько практически 15-20 процентов от общей массы но все-таки хорошо комментарий мы получили девушка быстро среагировала она молодец спасибо ей за это я думаю что будет правильно где-нибудь потом если кто-то купит этот жульен напишите в комментариях взвесьте его и напишите в комментариях сколько же он весит замороженный следующий раз будем знать и проводить эксперименты с замороженными продуктами поэтому по весу все-таки ребята но не знаю я до конца не поверил я не могу поставить 10 баллов до точно не могу проверить насколько здорово все соответствует по весу поэтому по весу мы поставим среднюю оценку 5 баллов но в целом я могу сказать что продукт хороший за соответствие упаковки мы поставили а еще нисколько не поставили давайте сейчас и поставим по большому счету соответствует то что находится внутри то и на упаковке немножко на упаковке красочные конечно поэтому мы поставим 8 баллов по вкусу мы уже поставили оценку и по поводу веса ну 5 баллов ребят все-таки недовес есть если честно компании вилон от меня лайк неплохо сработано неплохой продукт по вкусу вкусный плюс забота о покупателях в виде двух ложечек внутри это вообще огроменный плюс даже там салфетка была бренд сетаетов вот эти жульены покупать можно но в целом этот продукт набирает 21 балл друзья автоматом если замороженный продукт будет весить 270 грамм кто-то в комментарии напишет что он весит 270 грамм то сразу прибавляем 5 баллов и будет не 21 а 26 баллов но пока этот продукт живет с 20 с двадцатью одним не как правильно сказать с 21 баллом 21 балл в общем у этого продукта и это неплохо если подвести итог по этому продукту по жульену от компании вилон бренд сытоедов то в целом это действительно неплохо это вкусно и судя по всему это круто сохраняется потому что там есть адский консервант е-252 друзья ну меня напряг меня напрягла история с этим консервантом я теперь буду сам более внимательно читать упаковки если он не попадается я больше эти продукты брать не буду не знаю друзья хотите поройтесь в интернете найдите информацию о разрешении или запрете напишите в комментариях если вы найдете какую-то более конкретную информацию может быть нормативный акт какой-то потому что я не нашел я нашел только статьи вот ну в целом это вкусный продукт с недовесом с недовесом хотя недовесного объяснили но я бы эту штуку рекомендовал с точки зрения вкуса с точки зрения вот так вот червячка замарить я бы рекомендовал покупать но опять-таки недовес и нитрат калия друзья решайте сами мое дело предупредить вы смотрели новый выпуск жертвы маркетинга я надеюсь он вам понравился обязательно поставьте лайк чтобы не пропускать новые жертвы подпишитесь на канал и не забывайте друзья что по хэштегу жертва маркетинга я вот здесь вот где-нибудь здесь он будет у нас указан вот по этому хэштегу я буду находить ваши жертвы которые пробовали вы где вы выложили фотографию и коробочку ну то есть готовое блюдо и коробочку я смогу посмотреть на новую жертву и возможно именно ваше предложение окажется темой следующей передачи а на сегодня все пока а